Привет, это снова я, узнали. Сейчас будем говорить про детишечек и про ванну, потому что я в ней сижу, вернее, сижу я в ней, как раз потому, что мы будем говорить про ванну и детишек. У меня нет проблем с ванной у моего ребенка. Она любит купаться, и я расскажу, как я ее к этому приучала. Я ничему, в общем-то, учить вас не буду, просто расскажу, как происходит у меня. Вдруг вам какой-то мой опыт покажется интересным и полезным. Изначально, когда я принесла ее домой, вообще мысль о том, что мне надо будет ее мыть, она меня безумно страшила. Мы купили маленькую ванночку и ставили ее в ванну. Но сделали мы это исключительно, потому что бабушка говорила, что детей надо купать в отдельной кипяченой воде, которая должна быть с раствором ромашки, тыры-пыры, в общем, вот это вот все. Чтобы не спорить, я решила, что хорошо, ладно, мы стали покупать аква, такой уже раствор, в общем, там с ромашкой, с всякими травами, и туда, значит, запихивали ребенка в эту маленькую ванночку. Купили также Angel Care, по-моему, это называется, такая емкость для того, чтобы туда ребенка класть, и ребенок, который еще не может держать голову, не соскальзывал в воду. Но лично мне она совершенно не пригодилась, потому что в маленькую ванночку она не влезала. Если бы мы сразу мыли ребенка в большой ванне, это было бы прямо... Советую покупать на Авито, потому что в детском мире, например, она стоит, по-моему, 2-3 тысячи, а на Авито ее можно купить там... Я продала свою, по-моему, рублей за 700, которые не пользовалась ни разу. Так что все вот эти вот ванночки... Ванночку я тоже купила на Авито за 200 рублей, и к ней мне еще дали в подарок горшок или что-то такое. Ну, в общем, какие-то там тоже для ванны приспособления. Сидушка для ванны мне не пригодилась, которая такая пластиковая, куда ребенка уже сажаешь, она уже сама сидела. Я использовала гамачок, который состоял из такой вот изогнутой проволоки плотной, на которую сверху надевается тряпочка. То есть туда вот мы эту тряпочку надевали, клали ребенка, и она там... То есть тряпочка намокала, ей было комфортно, тепло, и поддерживали ей немножко голову и мыли. Когда она уже стала... Держать голову нормально, стало прям легче. Когда она стала сидеть, наступил рай. Когда она встала, боженька просто вообще эти ангелы трубили, потому что это прямо такое облегчение жуть. Сейчас, когда ребенок уже у меня... То есть ей сейчас год и шесть уже почти. С года, когда она пошла и стала сама стоять, даже, наверное, месяцев с... Она встала месяцев, наверное, в семь. В общем, где-то с семи-восьми месяцев я перевела ее в большую ванну. Я не набираю ванну целиком. Я не использую ванну как бассейн, потому что ей просто это не нравится. Ей не нравится, когда глубоко. Поэтому я просто включаю сильно воду. Набирается какое-то количество, ну, вот, наверное, вот такой вот воды. И она в ней сидит, просто чтобы попе был не холодный. Там долго-долго играет. То есть ванну она принимает, когда она покакает, и когда она ложится спать. То есть обычно два раза. Иногда, если ей очень хочется поиграть в ванне, то раза три. И все это по часу. То есть мы долго проводим в ванне. Я сижу просто около ванны с телефоном и занимаюсь своими делами. Она играет. Что необходимо мне сейчас для того, чтобы ребенок в ванне играл? Во-первых, это сидушка для меня, чтобы я сидела просто рядышком, да, и не морозила попу. Самое важное – это вот такая штука, подстилка офицерская, подстилка резиновая с такими вот липучками, не знаю, как это правильно называется, чтобы ноги у ребенка не скользили. Изначально я купила две маленькие, но это неудобно. Покупайте большую, вот такую вот, с большим количеством липучек. Я купила эту в фикс прайс, кажется, за 99 рублей. До этого я тоже покупала в фикс прайс, но обязательно проверяйте, нормальные липучки, потому что если липучки погнулись, они не будут лепиться, и кроме проблем вы ничего себе не купите. Я понимаю, сумма маленькая, но все равно это время. Когда у вас есть маленький ребенок, деньги не важны в основном, важно время. И тратить время и ресурсы на то, чтобы вот проверьте, проверьте, что все было хорошо. В детских магазинах такие штуки продаются рублей за 400, 500 и до бесконечности. Но они с рисунками. У меня Анфисин папа говорил, что надо купить с рисунками, но я что-то не очень за рисунки, потому что если ребенку будет интересно там копаться, они еще не очень понимают, что под водой дышать нельзя. Ну, то есть сейчас-то она понимает, а вот когда маленькие, она все пыталась там что-то наковырять на дне. Я боялась, что она огурчик схватит, как у нас в детстве говорили. Так что я без рисунков. Еще, что очень пригождается, это, ну, безусловно, хорошие средства для мытья. Я, у меня у ребенка атопический дерматит, периодически бывает. Я использую либо средства Ларош-Позе, Лепикар, кажется, они называются, это средства для мытья. И, ну, всякие кремы, про кремы не буду сейчас. Средства для мытья мне хватило, наверное, на год. То есть вот большая упаковка этого средства для мытья, и год я жила спокойно. Сейчас я покупаю Аква. Аква я покупаю все, обожаю эту фирму. Я уже про нее отдельно снимала обзор давно. Где-нибудь, может быть, если вспомню, оставлю ссылочку. Сейчас это у меня средство для купания малыша и шампунь два в одном. Также у меня есть шампунь от Batavikos, но я еще не поняла, нравится он мне или нет. Вот такой, из новинки. Мою я ее вот этим вот Аква, ну, или, соответственно, Ларош-Позе. В воду сейчас ничего не наливаю. Раньше наливала те же Аква, уже специальные ванночки, которые разведены, да, их просто надо в воду добавить. Это очень удобно. Также чудесная штука, про нее тоже кто меня смотрит, я часто говорю, это мусс-пена для игр в ванной. Просто великолепно, развлекает на ура. Сейчас я уже тут вся мокрая, покажу, как это работает. Это вот такая вот фигурка, фигулька. Она держит форму, пахнет бананом, есть разные. Вот это вот продается в Улыбке Радуги за 100 с небольшим рублей. Я видела еще в Литуале, в общем, они реально налито из одного ведра, разные запахи, разные объемы, разная цена. Меня устраивает вот это вот, смешарики, малышарики, вот такая вот. 100-140 рублей. Со скидками иногда можно даже меньше сюда купить. Всегда она у меня присутствует. Если в вашем городе, или просто вы не можете найти, покупите пену для бритья, обычную мужскую, самую дешевую, с ней тоже можно играть. Также, Леечка. Леечка, во-первых, облегчает процесс смывания головы, потому что ребенок не любит смывать голову и не любит мыть голову. Мы говорим ей, «Анфиса, посмотри наверх». Она смотрит наверх, и мы сливаем леечкой. И леечка также очень сильно пригождается, когда вдруг отключают внезапно горячую воду. То есть я ставлю ее в таз, и леечкой поливают, экономят и время, и воду, и так далее. Очень важно для начала, когда вы только принесли маленького ребенка домой, вот такая штука копеечная, термометр. Через неделю, две, три, вы уже руками будете лучше чувствовать воду, чем термометр. Вы привыкнете. Но для начала она нужна, а теперь она просто не играет, это весело. Пустые банки из-под косметики. Это банка из презервативов, каких-то корейских. Мы ими не пользовались, ими пользовалась Анфиса. Анфиса ими играла. Она вытаскивала, тренировала мелкую моторику, вытаскивала их из этой банки, раскладывала их, потом в эту банку засовывала. Теперь она просто с пустой банкой играет в ванне, ей очень нравится. Тут миллиард пустых банок, вообще из-под всего у меня есть, из-под скраба. Чудесные штуки, то есть она учится держать предметы, переливать аккуратно. Также я даю ей тазы. У нее здесь есть всякие, перекочевали уже осенью, из песочницы в ванну ведрышки. Вот это вот, она значит в ведре варит суп, вот этой лопаткой перемешивает, дает мне пробовать. Еще очень здорово занимает ребенка тряпочки. Разные тряпочки, их можно намочить, постирать, намылить. Мыло, кстати, да, тоже мы ей даем играть, но бабушку не разрешает орет. И если эту тряпочку намочить, ее можно приклеить на ванну, и это прямо чудо. То есть ребенок познает химию, физику, процессов вообще существования на этой планете. Это чудесно. Также здорово, я купила опять же в фикс прайсе вот такие вот разноцветные буковки и циферки. По-моему, 55, 77, 99, ну, в общем, до 100 рублей вот эта штука стоит. Она клеится на стенку, потом она будет составлять из них, значит, матерные слова, пока она просто их мочит, и волшебство, волшебство происходит, они клеются и не отваливаются. Это чудесно. Формочки тоже чудесно она с ними играет. И еще одна штука, которую она очень любит, это в неограниченном количестве резиновые животные. Маленькие резиновые животные, единственное мое такое, да, совет наблюдения. Лучше берите резиновых животных с пищалкой, вытаскивайте пищалку, чтобы была в них дырка побольше. Вот в этой вот выдре маленькая дырка, в нее все равно набирается вода, и внутри разводится плесень. Ее тяжелее вымывать. А если вы вытащили пищалку, чтобы она вас не раздражала, там большая дырка, и вы можете туда наливать какой-то горячей водой, да, или содой, или чем там, не знаю, там, чем угодно, вот так вот, да, делать, и оттуда вот этот налет, слизь, плесень, она легче вычищается, потому что все-таки как-то это опасно, да, когда бактерии, да, размножаются внутри того, что трогает и берет в рот ваш ребенок. Достаю я это все из вот такой сетки. Эту сетку я купила в детском мире, по-моему, за 300 рублей, и мне не жалко денег совершенно, потому что у меня была из фикс-прайса, мне она не нравилась, у нее были дурацкие липучки, там вот такая, да, система, сетка, как лифчики стирать в стиральной машине, и две липучки. Очень удобно туда после мытья складывать все мокрые вот эти вот игрушки, они там висят, не занимают места, чудесно, просто чудесно. Очень я довольна этой сеткой, денег совершенно не жалею. А, про ванну, чем я ее мою? Специальное детское средство я покупала, но мне не понравилось совершенно, поэтому я мою вот такой штукой, Синергетик, для сантехники без хлора. Она продается в магните, регулярно на нее скидки, и часто она продается в подарок, к ней дается штука для промывки засоров и унитазов. А когда ребенок постоянно играет в ванне и туда кидает, что ни попадя, в общем, нужная штука, нужная. Из такого, что есть, значит, вытираю я ее полотенцем с уголком, но в принципе этот уголок охрен не нужен. Когда я была еще беременна и искала вот то, что понадобится, я на этом уголке помешалась. И обычные полотенца стоят там, не знаю, допустим, 500 рублей. А эти полотенца с уголком, мало того, что хрен найдешь, симпатичные, они еще и стоят дорого. Уголок не нужен. То есть вы не будете капюшон надевать на ребенка, я вообще не понимаю, для чего это надо, поэтому если вы не купили, не можете найти, или вам не нравится с уголком, а нравится другое, покупайте смело другое. Вообще никакой разницы, серьезно, абсолютно никакой разницы. Также купите расческу, у меня не расческа, а именно как щетка с твердыми вот этими щетинками, для того, чтобы, когда каждый день, Женя, я не мою голову шампунем, каждый день ребенку, я ее просто влажной вот этой вот щеткой расчесываю ей волосы водой. То есть я не поливаю, она играет, а я аккуратно их расчесываю, и они вроде как там, ну это пыль, я не знаю, что там на них скапливается, на волосах, я ее смыла и не потревожила, в общем, ее игру. И еще вот я не могу показать, то что у меня на ней стоит телефон, но я снимаю, такая доска перпендикулярно ванне, чтобы на нее можно было ставить предметы и на них играть. то есть я сначала помыла ванну, поставила туда вот этот коврик, поставила туда ребенка, на эту доску я загрузила ведро, пустые баночки всякие, этот мус, резиновых ее друзей, тут их миллион разных, и выдры, и улитки, и сижу спокойно в телефоне. Она развлекается, смеется, набирает, то есть у меня постоянно течет вода из крана, она набирает себе еще воды и, в общем-то, вполне себе играет. Периодически ей хочется делать плюх, плюх это когда она ногами вот так вот по воде, то есть надо ее подержать за ручки, а еще ей хочется делать большой плюх, большой плюх это когда надо набрать воды чуть больше, где-то по колено, и она так попой вниз, как баба сеяла горох. Очень смешно и очень весело. Вот, так что вот так происходит купание у меня, что будет дальше, я не знаю, у кого дети постарше, расскажите, пожалуйста, когда вы стали оставлять своих детей одних в ванне, потому что, ну, я понимаю, что еще долго нет, но в перспективе, когда она сможет мыться, а я смогу, не знаю, чего там делать, смотреть сериал «Слепая» по ТВ-3. А у кого совсем маленькие дети, расскажите, как вы. Я когда первый раз погрузила ее в ваню, у меня просто был какой-то жуткий шок от страха. Вот, а сейчас я понимаю, что ничего особо страшного нет, и детей достаточно тяжело сломать. Вы, главное, у кого совсем маленькие дети, имейте это в виду, держите в голове, что сломать ребенка достаточно проблематично. Не бойтесь и погружайте, погружайте в воду, и давайте, главное, от сам детей тоже заниматься этими водными процедурами, потому что это сплочает. когда был такой пограничный период между, когда ребенок стоял и еще сидел, я заставляла, значит, папу ребенка засовываться в ванне, естественно, в белье, ну, в смысле, в труселях, он был не голый. Он садился и поддерживал ее, потому что постоянно вот так вот над ванной склонясь, мне было неудобно, а он изнутри сидел и поддерживал ее, играл с ней. Было тоже нормально, правда, мало места, поэтому это выбирайте худых отцов или большие ванны. Вот. Жду вас в комментариях, давайте обсудим эту ванну, ванну, волнующую ванную тему. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok